И мы возвращаемся в прямой эфир. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился и сразу переходим к следующей теме нашего разговора. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с двудневным визитом побывал в Тбилиси, приехал сразу после парламентских выборов, состоявшихся в Грузии. Люди, которые собрались на протест против результата выборов, освистали Орбана. Стоит отметить, венгерский премьер одним из первых поздравил власти Грузии с победой на выборах. Еще до того, как были обнародованы официальные результаты голосования. В свою очередь в Совете ЕС заявляют, что визит венгерского премьера в Грузию происходил исключительно в рамках двусторонних отношений между государствами. Политик не представлял позицию Евросоюза. По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности Жозепа Борреля, Орбан как ротационный глава Союза не имеет полномочий во внешней политике. Визит премьер-министра Орбана в Тбилиси проходит исключительно в рамках двухсторонних отношений между Венгрией и Грузией. Премьер-министр Орбан не получал мандат от Совета ЕС на посещение Тбилиси, а позиция ЕС была ясно выражена в заявлении Верховного представителя и Европейской комиссии, а также в октябрьских выводах ЕС. Виктор Орбан пытается получить орден Ленина. Так министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию. Также Сикорский отметил, что Россия пытается проводить в странах Европы такие же информационные операции, как в Молдове и Грузии. Ну и более подробно мы эту тему обсудим с Михаилом Пашковым. Это со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Михаил, здравствуйте. Рад приветствовать. Добрый день, рад вас приветствовать. Ну а тут можно несколько вариантов, мотивов, собственно, определить. С одной стороны, это персональные особенности Виктора Орбана, некоторая импульсивность свойственна его характеру, с одной стороны. С другой стороны, очевидные внешние факторы, которые сегодняшний день влияют на поведение и в целом на мотивы премьер-министра Венгрии. Во-первых, это, с одной стороны, это то, что приближаются выборы в США, и Орбан хочет быть полезным для Трампа в контексте той программы, которая ориентировочно предполагается Трампом, связанным с его внешней политикой, я имею в виду Трампа в отношении Европы, в том числе Украины и стран так называемого постсоветского пространства. С другой стороны, тут есть и внутренние факторы венгерские. Это и успех оппозиции на недавних выборах в Европарламент. Поэтому тут много компонентов, но в целом мы должны рассматривать вот этот вот жест Орбана, его визит, как очередной вызов в адрес Брюсселя, как очередной политический демарш, который так или иначе ставит уже в обостренном виде вообще в целом поведение лидера Венгрии в контексте председательствования в ЕС. Тут нужно отметить, что, на мой взгляд, вот это полугодовое председательствование в Венгрии является одним из, наверное, наиболее деструктивных и проблемных, конфликтных и, наверное, провальных ЕС. ЕС, и так или иначе ЕС, он как-то вынужден был вообще надумать о некоторых действиях и решениях, связанных с политикой Орбана. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно отметить еще то и то, что сегодня ЕС находится в транзитном состоянии. Окончательно не утвержден состав Европейской комиссии. Вот впереди ротация председателя Совета ЕС. То есть это тоже в определенной мере сказывается и является одним из факторов. Но то, что вот этот визит, это является, представляет собой очередной, ну, такой, не то, что не дружественный жест, а очередной явный политический демарш в адрес и внешней политики Европейского Союза, вот, и в целом, ну, представляет себя откровенно деструктивные действия. Поэтому, так или иначе, на повестке дня Европейского Союза принятие мер и административного характера, и финансового, и политического характера по реагированию на такие действия Виктора Орбана. Тем более, что это не первый такой шаг, я думаю, что и не последний. Также, что немаловажно, новость буквально последнего часа президента Грузии Соломи Зорубишвили вызывают в прокуратуру из-за ее заявлений о фальсификации выборов. Об этом сообщают местные СМИ. В прокуратуре считают, что Зорубишвили должна иметь доказательства о возможной фальсификации парламентских выборов. Она приглашена на допрос 31 октября. И напомню, что Зорубишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране была проведена российская спецоперация. Вы с чем это связываете? Опять же, дабы не было распространения домыслов, дезинформации ни в коем случае, будем говорить юридическим языком и как оно есть. Пожалуйста, Михаил. Давайте говорить юридически. Лидеры ЕС и в целом страны Запада выборы эти в данном случае осудили и заявили о том, что они не являются несвободными, они не являются соревновательными. Там нарушены были ряд серьезных демократических принципов. Другое дело, что еще впереди окончательный отчет ОБСЕ. И вот, собственно, на это и будут опираться западные лидеры в оценке предстоящих выборов. Но то, что политические решения уже могут быть приняты, это тоже очевидно, с учетом и последних заявлений лидеров Европейского Союза, лидеров отдельных стран, я имею в виду в том числе и Борреля, и представителей Канады, и других тоже в том числе. Вот поэтому, на мой взгляд, это будет пока ситуация несколько такая подвешенная в отношении Грузии. Но то, что и в Грузии, и в Молдове не так давно проводилась тотальная массовая гибридная операция России, это абсолютно очевидно. Тут особо, знаете, не нужно каких-то доказательств, особенно это касается в том числе и Молдовы. Но то, что на сегодняшний день, я повторюсь еще раз, то, что ЕС находится пока в транзитном состоянии, с учетом переизбрания Европейской комиссии и руководства ЕС, вот это, безусловно, с одной стороны, сказывается. С другой стороны, сказывается и предстоящий выбор в США, вот такой тоже неопределенность внешней политики Вашингтона на ближайшую перспективу. Поэтому вот это является и стимулом для Венгрии, для таких вот политических демаршин с одной стороны. С другой стороны, это предопределяет некую такую выжидательную позицию, в том числе стран Европейского Союза. Парламентские выборы в Грузии продемонстрировали откат от демократии. Об этом заявил Антонио Лопес из Турис Уайт, глава делегации наблюдателей от Европарламента, подводя итоги голосования. И он предупредил, что международные наблюдатели будут внимательно следить за ситуацией в Грузии в дальнейшем. Давайте услышим прямую речь и обсудим. Наши команды Европейского парламента стали свидетелями высокой напряженности, путаницы и хаоса на некоторых участках. В одном случае вброса бюллетеней, физического нападения на наблюдателей, пытавшихся сообщить о нарушениях, удаление наблюдателей и представителей СМИ с избирательных участков, разрыва жалоб наблюдателей, запугивания избирателей внутри и за пределами избирательных участков. Мы поддерживаем постоянную приверженность грузинского народа демократии, суверенитету и свободе страны. Мы выражаем глубокую обеспокоенность откатом от демократии в Грузии. Проведение только этих выборов, к сожалению, является тому подтверждением. Михаил, тут очень интересный момент. Политика и работа грузинской мечты, партия грузинская, которая сейчас по итогам последних голосований набрала больше всего голосов, она довольно-таки непонятная. В силу того, что остается рукопожатной с Россией и лично с Путиным, в нашем эфире оппозиционные представители с оппозиционных партий говорили о бизнес-интересах лидеров грузинской мечты и Российской Федерации. Я, опять же, ссылаюсь исключительно на наших гостей в эфире. Но, с другой стороны, озвучивают, лидеры грузинской мечты озвучивают, что не против, и все делают для того, чтобы Грузия была приближена к Европейскому Союзу. Но, я напомню, законы перед выборами принимались аналогичные российскими, я имею в виду и на агентах, о правах человека и так далее. Как тут понять политику Грузии? И что же тогда Грузии ожидать после этих выборов? Ну, давайте, с одной стороны, грузинская мечта, они прекрасно понимают, что большинство населения Грузии за вступление Грузии в Европейский Союз. И они поддерживают и кандидатство Грузии в ЕС, и дальнейшие формы на этом пути. Поэтому правящая партия не может это не учитывать. И они используют в своей идеологии, в своей предвыборной пиар-компании, вот эти вот, знаете, такие псевдо-лозунги, псевдо-евроинтеграции. Смысл сводится к тому, что это все европейские бюрократы скептически относятся к Грузии, что мы исправимся, мы пойдем с моим европейским путем и прочее, прочее. Но на практике действия правящей партии свидетельствуют совершенно о противоположном. О том, что Грузия идет в фарватере российской политики, Грузия принимает, руководство Грузии принимает соответствующие законы, закон о агентах иностранного влияния и о ЛГБТ. Поэтому вот это все в сумме. Оно говорит о том, что политика эта, мягко говоря, лукавая, вот она с двойным дном, и в данной ситуации скорее речь идет о повороте в целом внешней политики Грузии в сторону России и о блокировании европейского курса. Поэтому на эти итоги в сухом изложении выглядят именно таким образом. Европейский Союз не должен признавать результаты парламентских выборов Грузии, так как они не были ни свободными, ни справедливыми. Это совместное заявление подписали парламентарии стран Европы и Канады. И под документом свои подписи поставили представители комитетов по иностранным и европейским делам Германии, Литвы, Эстонии, Латвии, Ирландии, Украины, Польши, Канады. Ну и также вице-спикер парламента Швеции и один евродепутат. Парламентарии отметили, что политический климат в Грузии накануне выборов был несовместим с европейскими стандартами честности, а политика партии «Грузинская мечта» несовместима с позициями Европейского Союза. И депутаты потребовали ввести персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нечестное влияние на выборы, запугивания и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества. Какими могут быть дальнейшие отношения Грузии и Европейского Союза в случае, если окончательную точку в этих выборах уже поставят? Ну, понимаете, тут перед Европейским Союзом стоит определенная дилемма. Полностью блокировать европейскую интеграцию Грузии – это достаточно радикально и проблемно. Я думаю, что официально Брюссель оставит некоторое окно возможностей для Грузии, будет делать акцент на прозрачном и демократическом расследовании этих результатов, этих выборах. Я думаю, что будет поддержана и лозунг оппозиции о проведении повторных выборов. То есть тут есть несколько вариантов. Но я думаю, что все-таки лидеры Европейского Союза на радикальный отброс Грузии от ЕС они вряд ли пойдут. Поэтому, наверное, будет оставлен некий возможный вариант в условиях такого дуалистического неоднозначного развития дальнейших событий. Ведь на сегодняшний день ситуация зависла в Грузии. Народ вышел на улицы. Люди категорически протестуют против так называемых результатов этих выборов. И тут в ближайшее время определиться, каков будет дальнейший ход внутриполитической событий в Грузии. Это будет белоруссиязация Грузии. Либо ситуация обретет несколько иной характер, где вмешательство Европейского Союза и в целом коллективного Запада необходимо будет более решительной и более радикальной. Михаил, очень важная тема, интересная. Мы, в свою очередь, будем следить за ней. Обязательно в эфире Freedom об этом говорить. С помощью вас также будем понимать политику партии «Грузинская мечта» и какое же будущее ждет Грузии. Проевропейская или про российская. Об этом пока что еще рано говорить, но будем ждать и следить. Михаил, огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Михаил Пашков, со-директор программы внешней политики и международной безопасности Центр Разумкова. У вас там был на прямой связи.